На Ринмарском ЭТП наступил один из самых сложных с технической точки зрения периодов. Пассажирские автобусы готовят к трескучим морозам. 80% транспорта обслуживания уже прошло, сообщают на предприятии. Утеплены салоны, приведены в порядок обогревательные пушки. Появились, кстати, и новые. Вот только спасет ли все это пассажиров, например, в минус 30, выяснял Олег Хатензейский. У меня кровь горячая. В салоне почти минус и пар изо рта, а на Галине Федоровне лишь пара тонких кофт. Говорит, не холодно. За 17 лет, мол, уже привыкла. Очередная предстоящая зима кондуктора вовсе не пугает. Она за коллег больше переживает. Я не болею. У меня только наследственное. А ваши коллеги? Все бывает болеть часто, девочки. Из-за того, что просто холодно? Холодно, да. Сквозняки, все вот это, да, болеют. Водители и кондукторы уверены, сейчас еще ничего. А вот в минус 30 салон непременно превратится в снежное царство. Заводская система отопления, которая остановлена на автобусах, абсолютно не справляется с нашими морозами. Автобус большой, а тут три печки всего лишь. От них толку никакого нет. Охлаждающая жидкость от двигателей циркулирует через эти печки и тем самым обогревает салон автобуса. В этом году АТП закупило четыре новых котла. Это системы отопления. Они уже установлены. Теперь получается 30 из 24 автобусов отопительным оборудованием укомплектованы. Еще на шести его размещение просто не предусмотрено. Впрочем, на предприятии уверяют, в салоне и без него тепло. Это говорят те, кто работает в теплых кабинетах. Бывают случаи, когда просто-напросто это оборудование, может быть, вышло из строя и нет на замену каких-то запчастей. В таких случаях бывают такие ситуации, что автобус работает без обогрева салона. Но в любом случае экстренно принимаем меры. А вот многие пассажиры, согласно нашему опросу, на температуру в салоне автобуса и вовсе внимания не обращают. Мол, уж точно теплее, чем на улице. Получается, что от холода в салоне автобуса больше всех страдают кондукторы. Ведь если на улице минус 40, их работу никто не отменяет. Да и молока им за вредность тоже не дает. Так что поистине героическая профессия. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север.